В Екатеринбурге возле станции метро Чкаловская, что на южном автовокзале, местные метрополицейские хлопнули наркобрыгу с поличным мефедроном в рюкзаке. И это была операция из цикла «Курение не только убивает, но и лишает свободы». Декорация такая. 22-летний наркокладовщик с утреца зарядился 50 свертками с мефедроном и отправился на работу. Ну, то есть распихивать наркоклады по просторам Екатеринбурга. Подошел к станции метро Чкаловская и на свою голову затеял покурить возле входа в подземный переход, где курить вообще-то запрещено. Это безобразие, заметили сотрудники полиции на метрополитене. Наряд ППС метроотряда подошел к барыге, чтобы сделать замечание и проверить документы, но Курилка вдруг занервничал, засуетился, чем вызвал подозрение. Его досмотрели и в рюкзаке отыскали две пачки из-под сигарет, нафаршированные разноцветными свертками. Это вызвало еще больше подозрения. Клиента отвели в комнату полиции в метро и в присутствии понятых изъяли 50 подозрительных свертков. Парнишка втупил, дескать, что под изолентой, не знаю. А впрочем, долует себя тяну. Где вас задержали, поясните, и когда? Возле метро Чикагоска. Стройники полиции, что у вас обнаружено? Свертки запрещенного вещества. Можете назвать какое вещество? Нет, не знаю. Не знаете? Не знаю. Не знаете? Для чего он у вас по себе был? Забрал. Подняли закладку? Понятно. В курсе, что незаконный оборот? В курсе. Весы для чего вам? Пакетики зиплок. Что внутри? Пачки из-под сигарет. Свертки изоленте. Еще одна пачка со свертками. Все изъятые из сигаретных пачек свертки отправили на экспертизу, и она подтвердила, что там было 50 граммов мефедрона. Барыгу в 12-м опе оформили и возбудили против него уголовку по 228-й прим части 4-й через 30-ю. Это покушение на наркозбыт в крупном размере. В пиковом случае до 20 лет зоны. А не покурил бы возле метро, может до сих пор гулял бы на свободе.